Было очень интересно увидеть, как произошёл огромный прорыв ментальной силы Тансана. Благодаря волшебному артефакту Морского Бога, она достигла уровня Босс Айси. Поэтому Сан раньше всех справился с третьим испытанием и получил награды Морского Бога. На этот раз его близость с Морским Богом увеличилась на 15%, чему удивилась даже Босс Айси. А также благодаря эволюции его ментальной силы, он достиг 80 ранга. О том, какое кольцо получит Тансан и с какими навыками оно будет, говорится в предыдущем видео на канале, можете глянуть. Но почему в серии говорится, что Сан перевыполнил испытание? Он ведь не находился в воде дольше 20 часов. Как объясняется в новелле, третье испытание было испытанием ментальной силы. С помощью неё Босс Айси поднимала волны и посылала их на команду. В теории, если бы их ментальная сила могла соперничать с её силой, то они могли бы в первый день пройти испытание. Во время закалки приливом фиолетовый глаз Сана продвинулся на последнюю стадию. Под влиянием могущественного артефакта Морского Бога, его ментальная сила была поднята, и благодаря тому, что она сравнялась с ментальной силой Босс Айси, он просто своей силой остановил её атаку. И так как их силы равны, волны от прилива уже не затрагивали Сана. Поэтому больше нет никакого смысла стоять в воде 20 часов. А перевыполнил Тан Сан это задание потому, что его ментальная сила увеличилась намного больше, чем нужно. Тот уровень силы, что у него сейчас и у Босс Айси, это практически вершина того, что может достичь мастер, не считая богов. Остальные монстры Шрека также совершили прорыв ментальной силы и разорвали цепи, таким образом справившись с испытаниями. Ещё в новелле упоминается несколько важных моментов. В то время, когда фиолетовый глаз Сана эволюционировал, его черепная кость, отвечающая за ментальную силу, раскололась. И если бы не вмешался Морской Бог, Сан получил бы серьёзные травмы. Но как раз в этот момент появился таинственный покров вселенной Безбережного моря, автоматически превратившийся в особую энергию, которая слилась со сломанной костью черепа Тонсана, завершив эту энергетическую эволюцию. Впоследствии, качество духовной кости также повысилось. После этого момента слияния, черепная кость Сана реформировалась, и все способности, которыми обладает покров вселенной, соответственно, также слились с духовной костью Тонсана. Даже его фиолетовый свет претерпел некоторую трансформацию. Какими способностями и преимуществами обладает недавно сформированная черепная кость, Сан узнает в последующих битвах и культивации. А далее команда приступила к четвёртому испытанию. Это битва китов и акул. Суть испытания в том, чтобы помочь белым акулам победить короля косаток и его стаю. У каждого в команде своя роль. Например, Нин Рон Рон нужно поддерживать и защищать Сяо Бай. А задание Сана убить непосредственно самого лидера косаток. Это очень свирепый 100-тысячелетний морской зверь. Он намного сильнее царицы белых акул Сяо Бай. В прошлом он убил её младшего брата. Между белыми акулами и злобными косатками с давних пор ведётся война. Общая сила группы косаток превосходит силы белых акул. Стая короля косаток может насчитываться более 200 взрослых особей. И как говорится в новелле, клан короля косаток всеми своими силами мог бы даже бросить вызов глубоководному чудо-киту. Как видим, противник очень силён. Поэтому Сяо Бай и вся группа белых акул помогут монстрам Шрека победить и таким образом пройти четвёртое испытание. Мы видим, как монстры Шрека на спинах акул выдвигаются в бой. А возглавляют эту армию Тан Сан и Сяо Бай. Уверен, будет эпичное неповторимое сражение. С момента прибытия команды на остров прошло уже три года. За это время на материке тоже многое изменилось. Наверное, самое значимое событие – это основание новой духовной империи под руководством Биби Дун. Судя по анонсу, она начала открытую войну против других небольших государств, уничтожая всех, кто против неё. Поэтому Сану и всей команде придётся ускориться. Благодарю вас за просмотр! Пишите в комментариях, ждёте ли вы эту крутую битву с касатками и восьмое кольцо Тан Сана. Подписывайтесь на канал и всем пока!